Богослужение 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 Аминь. Друзья, однажды, ну не так давно даже скажу, мы собрались на пастырском совете, на совете старейшин, и мы рассуждали над таким вопросом. Что бы мы могли сделать, каждый должен был сказать, что на его взгляд нужно сделать, самое важное на его взгляд, чтобы в нашей церкви стало лучше, чем сейчас. И мы размышляли, значит, и ответ был очень интересный. Причем в этом ответе объединились практически мы все. И ответ был следующий. Мы хотим взаимоотношений лучше, чем сейчас. Это совет старейшин. Друзья, вы о чем? Давайте лучше поговорим о делах, поговорим о том, какие мы можем сделать дела для Господа, как мы можем спасти наш город, как мы можем спасти весь этот мир. Давайте поговорим о том, какие евангелизационные мероприятия мы могли бы сделать. Но этот ответ, он как-то прям встряхнул меня. И вот в этих рассуждениях один брат говорит, знаете, когда я слышу просьбу какую-то в мой адрес, то я по-разному, я заметил, что я по-разному реагирую на эту просьбу. Вот, говорит, если Женя меня попросит, или Саша, или Дима, и вот, значит, он перечислил там еще ряд людей, он говорит, то у меня даже вопроса нет. Я по-любому найду время, силы, возможности, чтобы сделать то, о чем они меня просят. Но если меня попросит человек, с которым у меня нет таких отношений, то я не факт, что я смогу это сделать. Не факт, что у меня найдется время, чтобы сделать то, что они просят. И на первый взгляд это может показаться, как какое-то лицемерие, правда? Вы скажете, вообще, чем вы там занимаетесь на пастырском совете, интересно? Но когда я стал размышлять о том, что он сказал, а он сказал, что если у меня есть отношения, как с вами, он говорит, я прошел определенный путь, разные переживания были на этом пути, и для меня ваша просьба, она имеет какой-то вес и что-то особенное. Я найду время, я найду возможность, чтобы выполнить вашу просьбу. Но если это будет человек, с которым нет отношений, не факт, что я найду возможности. И я стал думать, почему так, а как у меня это в жизни? И обнаружил, что у меня это происходит подобным образом. И это не лицемерие, мои друзья. Это не то, что я не хочу помочь или откликнуться на нужду или просьбу человека, с которым я не имею отношений каких-то глубоких. Нет. Просто у нас есть 24 часа в сутки, и когда кто-то меня о чем-то просит, я взвешиваю, чем я занят, что я должен сделать, и пытаюсь правильно определить, чем я должен заниматься. Тогда вопрос. А интересно, почему же, когда есть выстроенные отношения с человеком, то тогда находится возможность все-таки сделать то, о чем он просит. И вот какой ответ я нашел на этот вопрос. Ответ в том, что когда есть взаимоотношения, туда высвобождается божественная благодать. А божественная благодать – это больше, чем твои человеческие возможности. Знаете, когда приходит божественная благодать, то твоя производительность, она становится совершенно другой за те же 24 часа в сутки. И вот что я увидел. Там, где есть отношения, там высвобождается вот эта божественная благодать, чтобы делать намного больше, чем ты мог бы себе спланировать и представить. В послании Колоссянам в первой главе, в 27 стихе, есть удивительный стих. И там написано, что Христос в нас – это тайна. Это тайна. Знаете, тайна – это не то, что просто всем доступно и всем открыто. Но тайна – это то, что сокрыто и открывается избранным каким-то. Так вот написано, что Христос в нас – это великая тайна. И там апостол Павел говорит о взаимоотношениях между людьми, и он говорит, что «я тружусь для того, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе». Он говорит, я тружусь, чтобы эта тайна была раскрыта в жизни каждого человека, каждого христианина. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами порассуждали об одной великой ценности, в результате которой я верю, что тайна Христова, тайна Божья, тайна, то, что Христос в нас, она раскрывается по-настоящему. И эта ценность называется взаимоотношение. То, что это на самом деле ценность, я думаю, несложно увидеть. Ни в Библии несложно увидеть, ни просто в жизни нашей практической. Должен признать, что большинство суицидов связано с неоправданными отношениями, с разочарованиями в отношениях. Люди готовы расставаться с жизнью из-за того, что отношения с кем-то не складываются, из-за того, что эти отношения разрушаются. Друзья, только подумайте, оказывается, вопрос отношений – это зачастую вопрос жизни и смерти. Люди, оказывается, настолько сильно нуждаются в отношениях, каких-то особенных отношениях, что там, где они разочаровываются, они не видят смысла дальше жить. И статистика говорит, что подавляющее большинство вот этих несчастных случаев, когда человек лишает себя жизни, они происходят на почве разрушенных отношений. Библия тоже очень многое говорит об отношениях. Но Иисус Христос выделил две заповеди во всем законе. И Он сказал, что две заповеди. Первая – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем силами твоими и так далее. И вторая заповедь, а Он говорит подобное первой – возлюби ближнего своего, как самого себя. Очень интересно. Получается, что можно сказать, весь закон, весь закон Ветхого Завета оказывается в одном – во взаимоотношениях. Очень сложно умолить этот вопрос, когда мы смотрим таким образом. Мне не хватит времени, чтобы перечислять все места Писания, потому что вся Библия, она о взаимоотношениях. Она о взаимоотношениях человека между Богом и человеком, и об отношениях между человеком и человеком. Итак, если эта тема настолько важна, если взаимоотношения, они настолько важны в нашей жизни, то у меня к вам вопрос. Почему же так нередко мы пренебрегаем отношениями, причем по полной программе зачастую? Почему же иногда или даже часто мы вообще не обращаем внимания на те отношения, которые у нас выстраиваются? Почему иногда или часто, повторюсь, мы просто игнорируем разрушенные отношения, которые у нас есть? Ведь если они разрушенные, то разрушено практически все. Подумайте. Я думаю, что для каждого из вас очень знакома эта тема. Мне вообще трудно представить большее разочарование, чем разочарование в отношениях. Очень трудно представить себе большую боль, чем ту, которую мы иногда испытываем в отношениях с нашими близкими, которые причиняют нам эту боль или разочаровывают нас. И напротив, трудно представить себе большую радость, когда в доме все хорошо, когда отношения с твоими близкими, с друзьями, с руководителями, они хорошие. Ты просто наполняешься жизнью. И я думаю, каждый из вас может сказать, что в такое состояние высвобождается какая-то особенная благодать. У тебя просто вырастают крылья. Ты готов делать намного больше, чем бы тебя попросили. Вы согласны со мной? Это так. Дорогие, взаимоотношения, какие они у нас? Об этом я хочу сегодня поговорить. Я предлагаю выделить четыре основных вида взаимоотношений, которые мы с вами имеем друг с другом. И первый вид взаимоотношений – это отношения с твоей властью. Какие у тебя отношения с той властью, которую Бог поставил над тобой? А вообще знаете ли вы, что Бог поставил над каждым человеком определенную власть, в которой выражается Его власть над твоей жизнью? Если кто-нибудь из вас скажет, что это не про меня, надо мной нет никакой власти, я сам по себе такой мальчик или девочка хороший, то я смею предположить, друзья, что в вашей жизни, по всей видимости, проблема. Потому что идея быть не под властью, но иметь власть – это идея сатаны. Идея в том, чтобы тебя слушались, но ты бы никого не слушался, она просто из ада. Бог же сказал, что нам надо научиться быть послушными. Нам надо научиться ходить под властью, которую Он над нами поставил. И в этом случае мы будем иметь авторитет. Мы будем иметь ту власть, которая приходит прямо от Бога, а не ту, которую тебе надо доказывать, которую тебе надо пробивать как-то в своей жизни. От Бога тогда приходит этот авторитет. Итак, твои отношения с властью, какие они? Есть ли они у тебя? И я сегодня не хочу говорить, друзья, о том, как надо быть послушным. Я хочу сказать, что в жизни каждого из нас бывают моменты, когда эти отношения с властью или другие какие-то отношения, они разрушаются. Они нарушаются. И вопрос у меня сегодня вот в чем. Когда у тебя нарушаются эти взаимоотношения, что ты с этим делаешь? Что дальше? Что ты делаешь, когда отношения твои с властью, например, они разрушаются? Ну, не секрет, я думаю, если скажу, что в результате разрушенных отношений люди закрываются. Правда? Люди закрываются. Не хочется уже общаться. Не хочется уже что-то сделать больше, чем тебя попросят. И если ты вынужден работать на этом же предприятии, если ты вынужден трудиться с этим же начальником, с которым у тебя разрушились отношения, то тогда твоя работа, она начинает выглядеть, как работа наемника, который делает просто потому, что должен сделать, потому что вынужден, он зарплату за это получает. Он зависит от того, сделает он это или нет. Но он никогда не сделает что-то большее. Он никогда не подумает, как это сделать лучшим образом. Это работа без благодати. И когда ты работаешь без благодати, то нетрудно догадаться, что происходит. Твой начальник начинает быть недовольным тобой. То в одном случае, то в другом. А ты начинаешь доказывать, да я все сделал, как ты сказал, да как вы мне сказали, как поручили, я все сделал. Он говорит, неужели ты не видел, что когда ты это делал, вот это тоже надо сделать, это же так естественно, у тебя глаза есть, ну ты же понимаешь, что это так естественно. А вы мне это не говорили делать. Это мышление наемника. Это мышление человека, который просто нанят, и он будет делать либо потому, что ему платят, либо потому, что он боится, либо потому, что есть какая-то другая выгода. Но это не то отношение к работе, на которое приходит благодать от Бога. Это не то отношение к работе, где Бог приготовил для тебя награду. Мне хочется прочитать одно, на мой взгляд, очень важное местописание, которое записано в послании к евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо для вас это не полезно. Слово «неполезно» вы можете точно перевести как «вредно». Просто «вредно». Для вас это «вредно». Когда начальник воздыхает, когда он недоволен, для вас это «вредно». И самое главное, что нет той награды от Господа, которая приходит в жизнь того, кто трудится доброохотно, со всем желанием, наполняясь благодатью Божьей. Я прочитаю вам ряд местописаний, еще парочку буквально, чтобы показать, что есть разные виды власти. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Дети, будьте послушны вашим родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». Послание к Колосинам, 3 глава, 20 стих. «Жены, вам нужно повиноваться своим мужьям». Опять же, я сегодня не о том, как надо повиноваться, вы это прекрасно все знаете, вы все эти места прекрасно знаете, но я о том, что вы делаете в тот момент, когда отношения нарушаются, когда твои отношения нарушаются с твоим руководителем, когда твои отношения нарушаются с твоим мужем, когда ты, ребенок, у тебя нарушены отношения с твоими родителями, что ты делаешь? И вынужден признать, это то, о чем я хочу сегодня поднять этот вопрос. Зачастую, друзья, ничего не делается. Мы просто игнорируем эти разрушенные отношения. Мы живем, как получается, дальше, и ничего не получается. И мы пытаемся трудиться для Господа, мы пытаемся что-то делать, но в одиночку, без этих взаимоскрепляющих связей, которые Бог предусмотрел жизненно важными и необходимыми для каждого из нас. И, во-первых, это взаимоотношения с твоим руководителем. Я не так давно общался там с разными сестрами, и она говорит, искренне так, у нас очень хорошие мужья, они такие послушные. Слава Богу, что вам смешно это. Я переживал, думаю, вдруг никто не засмеется. Это же вообще беда тогда, потому что, ну, тогда что-то, перемена какая-то в церкви происходит. Нет, настоящая церковь, настоящие христианские отношения, настоящая христианская семья, это там, где жена признает авторитет своего мужа, где она старается поднять этот авторитет, а не опустить, где она старается во всем быть послушной своему мужу, как здесь написано, как Господу, как Господину своему. Дети точно так же призваны, чтобы быть послушными, но что мы делаем? Почему мы зачастую ничего не делаем, чтобы восстановить те отношения, которые разрушены? Опять же, не так давно разговаривал с одной сестрой, я так понял, что это далеко не одна такая сестра, у которой сложные отношения с мужем, он не верующий, он не знает Бога, я согласен, когда человек не знает Бога, очень трудно выстраивать эти отношения, но он когда-то был в церкви, он когда-то был более-менее расположен, но она говорит, мы давно уже не говорим на эту тему. Почему? Ну, трудно, он как-то раз отверг, два отверг, он сделал больное, он что-то съязвил, и все, и тема закрыта, и отношения разрушены в этой области, и дальше они годами живут, так я говорю, послушай, а если он не проснется утром, где он будет? Если его жизнь, его дыхание прервется этой ночью, где он будет? Ну да, да, конечно, я важно, ты молишься о нем? Ну, иногда молюсь, трудно молиться о том, кто издевается над тобой, трудно молиться о том, кто пренебрегает тобой, кто непослушный, трудно молиться за непослушного мужа, правда же? Но Писание призывает нас, призывает жен, чтобы были послушными своим мужьям, и Бог благословит вас, дорогие, и если эти отношения разрушены, давайте подумаем сегодня, что мы можем сделать, чтобы не проигнорировать это, потому что если проигнорируем, проигнорируем самую важную тему в нашей жизни. Следующее отношение, это отношение в семье. Послушайте, первое послание Петра, третья глава, седьмой стих. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Апостол Петр, к женам он достаточно много сказал, но когда он относится к мужьям, обращается к мужьям, он выделил, интересно, одну только мысль, и он говорит, аккуратно относись с женой своей, аккуратно с ней веди себя, она как немощнейший сосуд, аккуратно разговаривай, и вообще обращай внимание на том, в каком она состоянии, потому что если она будет в разрушенном состоянии, ее может использовать дьявол, если она будет в разрушенном состоянии, она будет недовольна, и в таком случае у тебя будет препятствие в молитвах. Это очень серьезно. Мы, братья, можем трудиться, что-то делать для Господа, и даже не понимать, откуда у нас главное препятствие в молитвах. Оно может быть из дома, от огорченной, от разрушенной жены. Поэтому апостол Петр выделяет эту ценность, и он говорит, обращайте внимание мужья, какие у вас отношения с вашими женами. И если они не выстаиваются, если они через годы почему-то не получаются, то не опустите ваши руки. Ведь однажды Христос пришел с неба на землю, чтобы построить отношения с каждым из нас. Однажды Он пришел на землю, чтобы не с неба рассказать нам свою истину, но чтобы прикоснуться каждому, чтобы послать потом Дух свой святой, который будет касаться каждого из нас, чтобы личные, близкие отношения были построены с каждым из нас. Друзья, и сколько мы огорчаем нашего Господа. Но вот уже прошло две тысячи лет, с того момента, когда Он вознесся на небо и послал Святого Духа, и Он продолжает терпеливо трудиться с нашими сердцами каждый день. Можете сказать аминь? Аминь. Он так долго терпелив к нам. Он трости надломлены не переломит. Он льна курящегося не угасит. Это именно тот образ отношений, который апостол Петр предлагает мужьям. Он говорит, относитесь так же к своим женам, как Христос относится к церкви. И если бы Христос немножко неаккуратно прошелся по нашей жизни, то мы были бы полностью разочарованы в этой жизни. Когда у нас что-то не получается, Он старается нас поднять, не так ли? Когда мы разочарованы, Он старается нас вдохновить, не так ли? Когда мы падаем, Он старается ободрить, поднять, укрепить, наставить, очистить и пойти с нами дальше в этих особенных отношениях. Поэтому отношения в семье – это крайне важно. И это то, на что нельзя закрыть глаза. Я не претендую сегодня в этом слове научить всех, как надо правильно строить отношения в семье, как надо правильно строить отношения со своим руководством. Одна только мысль. Мне хочется, чтобы осталось после этого богослужения. И эта мысль следующая. Невозможно игнорировать отношения. Иисус говорит, если у тебя конфликт с кем-то, то ты вообще торопись, пока ты еще в пути, пока у тебя еще есть жизнь, пока есть еще жизнь у этого человека, с которым ты в пути. Пожалуйста, торопись, чтобы не опоздать. Построй отношения, измени эти отношения, сделай что-нибудь, чтобы эти отношения привести в порядок. Потому что, если ты игнорируешь взаимоотношения, ты игнорируешь жизнь, и ты можешь потратить ее на что угодно, и в конце быть просто разочарованными. Я думаю, любой из вас может подтвердить, что когда человек уходит из жизни, и он уже на этом смертном одре, то какие желания у него? Он хочет построить бизнес, он хочет много здоровья. здоровье, скажите, это самое главное в жизни. А он уже понимает, он уходит из жизни. Он сейчас на пороге вечности. Какая же ценность у него? Я думаю, любой из вас согласится. Этот человек просит, чтобы пришли близкие. Чтобы пришли те, с которыми он шел по жизни. Он просил, чтобы они пришли, чтобы попросить у них прощения. Он просит, чтобы примириться. Откуда эта жажда? Откуда эта нужда души? Это то, что вложено Богом. Это ценность в глазах Божьих номер один. Это те отношения, которые должны быть правильны. Дальше. Еще чуть-чуть о семье. Бывает в семье серьезная проблема. Эта проблема называется редкий секс. И жены разочарованы. Или мужья разочарованы. И кто на что готов, чтобы эту ситуацию изменить. И люди начинают придумывать, как это можно изменить. Кто-то, у кого-то это выражается в болезни, у кого-то это выражается просто в нежелании каком-то странном. И люди пытаются как-то изменить эту проблему. Друзья, я хочу вам сказать, что вижу, что зачастую причина этой проблемы в разрушенных отношениях. И не с секса начинаются отношения. Секс интим – это результат твоей жертвы, общительности. Это результат твоего смирения. Это результат того, что ты научился просить прощения. Это результат того, что ты откладываешь какие-то свои любимые игрушки и идешь строить отношения, от которых зависит твоя жизнь. Сегодня интернет просто своими щупальцами, мне кажется, пролез в каждый дом. И кто сидит, значит, возле компьютера, кто возле телефона, и часами люди могут убивать на это свое время, свои эмоции, свои чувства. О, смотри, на каком я уже уровне. Бред какой-то. А извините, а с женой отношения разрушены, а с мужем отношений нет, а дети непонятно где. Что это? Я думаю, что это задумка дьявола. Понятно? Какой потом секс? Ты хоть как возбуждай себя, простите меня, хоть как что-то придумай, но не в этом суть. Я думаю, настоящее удовлетворение, настоящее наслаждение в сексе, это награда за те отношения, которые ты согласился строить в своей семье, с женой или с мужем. И невозможно это проигнорировать. Кому-то сегодня надо пересмотреть, чем вы занимаетесь в свободное время. Конечно, у нас нет времени, но оно чем-то занято. И если оно занято, просто ты расслабляешься после работы с какой-то игрой или с каким-то занятием, ты можешь придумать важность этого. Нам, когда что-то хочется, мы же вообще мастера, чтобы придумать, почему это важно, почему это так необходимо. Или мы развиваемся как-то интеллектуально. Или еще какая-то причина, что информацию какую-то получаем, которая жизненно для нас необходима. Но если ты получаешь какую-то жизненно необходимую в твоих глазах информацию, в ущерб твоим отношениям в доме, то ты променял жизнь на что-то. Простите меня за эти вот такие слова, может быть, радикальные, но мне так хочется, чтобы жизнью наполнились наши семьи. Мне так хочется, чтобы любовь обновлялась в наших домах вопреки всем духам зла, вопреки всем замыслам дьявола, вопреки всему многолетнему опыту, который, может быть, у тебя сложился в жизни. Мне очень хочется, чтобы мы обновились в этом. Отношения с миром, это отношения с церковью прежде всего, это следующее отношение, о котором я хочу сказать. И здесь тоже очень большое поле для деятельности. И здесь тоже нам невозможно просто опустить руки. Послушайте, что говорит Иисус Христос. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он умыл ноги Своим ученикам. Он предоставил Себя в пример для всех нас, как надо относиться к ближнему Своему. Он, будучи Сыном Божьим, опустился на колени, смирился перед, просто перед людьми даже, которые Его распинали, и позволил, чтобы они сделали, что они сделали. Это пример, который Иисус оставил для нас. Некоторые христиане, они не растут по той причине, что не хотят учиться быть послушными в церкви. Они не готовы кому-то послужить. Им нравится, что им все служат, но когда речь идет о том, чтобы пожертвовать своим временем, силами, что-то сделать в церкви, что-то сделать по отношению к ближнему Своему, здесь куча проблем. И это детство духовное, оно как зависает, оно как остается. Но Господь учит нас, чтобы мы росли в этих отношениях. И чем ты выше растешь духовно, тем ты растешь в этих отношениях. Попробуйте ребенку, десятилетнему скажите, чтобы он убрал за годовалым братиком, который, ну, овкакался. И как он реагирует? Он говорит, папа, мам, опять он отделался вообще, такой ужас какой, какая вондища, вообще я близко этим ничего, не хочу заниматься. Но как к этому относятся папа и мама? Они берут этого ребеночка, ты тут мой хорошенький, да ты смотри, что наделал, да ты смотри-ка, что ж ты кушал тут интересно, какой ты хорошенький. И он с удовольствием, они обрабатывают этого ребеночка. Они родители, они вмещают его таким, какой он есть. Они понимают, что дело времени, он подрастет, все будет нормально. А сегодня надо, чтобы он чистенький был, ему нужна помощь в этом. Дорогие, мы нужны в помощь друг другу, очень часто. И Иисус говорит, если ты встанешь на этот путь, и ты решишь быть помощью кому-то, то ты будешь расти, ты будешь зрели, ты будешь сильнее, ты будешь больше в Царстве Божьем. Некоторые христиане игнорируют отношения с миром. Они говорят, ну в церкви все нормально, в церкви, конечно, это очень важно. А мир вообще, он в ад идет, и понятно, что там все неправильно, но Писание нас учит, чтобы мы не игнорировали эти отношения. Потому что и перед внешними должно быть правильное свидетельство, доброе свидетельство у нас. Первое послание Петра, вторая глава. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Итак, если эти отношения так важны, то нам надо поднять эти вопросы. Насколько мы бережем наши отношения? Насколько мы инициируем наши отношения? Насколько мы ценим, считаем жизненно необходимыми отношения, которые у нас есть? При этом должен еще одну деталь подчеркнуть. У меня есть в Хабаровске друг, хороший друг детства, с которым мы росли. Он, значит, тренирует ребятишек, сейчас боксер. Мы когда-то мечтали вместе поступить в этот институт физкультурный. И вот я, когда приезжаю, он готов оставить все свои дела. Он готов просто пожертвовать чем-то, чтобы помочь мне. Я очень ценю эти отношения. Они очень дороги для меня. Но он не знает Христа. Поэтому я не могу с ним, ну, о многом поговорить. И не могу с ним сделать какие-то дела. И теперь еще один пример. Знаете, однажды Иисус, какие бы дорогие отношения у него не были с учениками его, с двенадцатью, однажды он сказал им такие слова. Он вынужден был сказать, ребята, может быть, и вы хотите оставить меня. Потому что отношения, они очень важны для нас. Но вторая мысль, эти отношения должны быть, чтобы Христос оставался на первом месте. Потому что дьявол тоже старается использовать отношения, зная, насколько это мощный инструмент, зная, как многое от этого зависит, дьявол тоже старается использовать отношения, чтобы принести какое-то зло в нашу жизнь. Поэтому дай Бог мудрости нам, имея ценность в отношениях, все-таки не развивать их там, где дьявол хочет причинить нам зло. И я приведу вам еще один маленький пример. Это опыт последних месяцев, наверное, в моей жизни. Я узнал, что два брата собираются вместе, чтобы помолиться утром. Ну, они стали так собираться. И они живут недалеко там от меня, буквально одна остановка. А это было время, когда мне было непросто. И я встаю утром, я понимаю, что мне нужно молиться, мне нужно проводить время в тайной комнате. Я открываю Библию, а вечером поздно лег, или ночью уже. Поэтому я утром успешно за Библией засыпаю. И вот я раз засыпаю, другой, пятый, десятый, и понимаю, что у меня дело в этом не двигается. И тут узнаю, что, значит, мои братья собираются. Я пришел к ним и привязал себя к ним. Я говорю, братья, я буду с вами, можно? Хорошо. И вот мы втроем. В понедельник собираемся, в понедельник решили собираться. Собираемся, молимся присутствие Божье. Один раз, другой раз, опять же, пятый, десятый, и мы просто впечатлены. Только слова не хватает. Нам бы еще слова, мы пошли дальше. Давай в пятницу еще соберемся. Давай. Мы собираемся в понедельник на молитву полседьмого, в пятницу, значит, на изучение слова полседьмого. Мы берем несколько стихов и прям вгрызаемся в них и просим, Господи, помоги нам применить это слово прямо сегодня в жизни. Господи, и мы рассуждаем, рассуждаем. И вот присутствие Божье, и вот откровения, которые просто переполняют нас. И мы в одно из таких утра мы стоим, восхищаемся очередному посещению Господа на нашей этой молитве. И мне приходит слово, где двое или трое соберутся во имя мое, там я буду посреди них. У меня как прям перемена какая-то внутри, потому что я часто цитировал это местописание, ну, примерно таким образом. Собираемся, а людей мало. И я говорю, друзья, Иисус сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там я буду посреди них. Но это означает, что нас-то здесь хотя бы десять, а больше, чем двое или трое. Я видел это слово Иисуса как какой-то минимум, при котором будет присутствие Божье. Но сегодня я вижу, что речь о другом. И Иисус не сказал, что это минимум. Иисус сказал, что это удивительные, уникальные отношения, когда собираются два или три человека ради Иисуса Христа и больше не ради чего, когда они берут Библию и они говорят, Господи, открой, как нам жить, Иисус говорит, там я буду посреди них. Вы не сможете это перепутать. Я буду говорить вашу жизнь, я буду освещать ее. Друзья, это особенные отношения, которые Бог запланировал, чтобы мы имели. Дьявол говорил о другом. Помните, Иисус Христос обращается к своим ученикам и он говорит, Петр, сатана просил вас сеять как пшеницу, то есть поодиночке, то есть отдельно, одно там зернышко, там зернышко, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. И что он говорит? И он привязывает его к церкви, он говорит, ты, обратившись, вдохнови братьев, давай, ты строй эти взаимоотношения и у тебя все получится церковь строить. Церковь это двое трое, собранные во имя Иисуса Христа. Это особенные отношения, где ты никогда не останешься один. Можно прийти в большое собрание, и оно тоже важное, и оно тоже должно быть, но можно в этом большом собрании остаться одним, и тогда не будет этой особенной благодати от Господа. Но благодать от Господа высвобождается в те отношения, которые собраны во имя Иисуса Христа, где двое или трое. Ты там не промолчишь, ты там не останешься один. Мы там каждое утро, каждый может высказаться, каждый может прочитать, каждый может задать вопрос. Друзья мои, в моей жизни раскрывается как-то по-новому эта ценность отношений близких, где небольшое количество людей, где двое или трое, и мы можем говорить об Иисусе, и мы можем молиться вместе, благодать. Я не призываю всех вас разделиться по двое трое, но мне кажется, это было бы круто, конечно, но я думаю, что именно в таких близких отношениях приходит Господь необыкновенным образом. И последнее, что я скажу, каким же образом изменить нам эти отношения, если они настолько важны, если они жизненно просто необходимы, я скажу три коротких момента. Первое, когда вы слышите это слово, слово Божье, оно освещает наши сердца, и вы видите то, что надо сделать. Второе, то есть не пропустите это мимо, не проигнорируйте, не подумайте, что это мысли какие-то к вам приходят странные, Дух Божий сейчас говорит вашу жизнь, то, что нужно поправить. И если вы видите то, что надо поправить, и можете это сделать прямо по окончании этого богослужения, начните это сделать прямо сейчас, и вы сделаете следующий шаг к вечной жизни. Ну, не к тому, что вы умрете сразу, а к тому, что Божья жизнь будет раскрываться внутри вас. И третье, подумайте, есть ли в вашей жизни эти двое-трое, с которыми вы строите эти близкие отношения, с которыми вы молитесь вместе, с которыми вы читаете Слово Божье, и я молюсь и буду молиться, чтобы у вас это получилось. И пусть эта тайна, которая Христос в нас, она раскрывается в жизни каждого из нас. Дорогие, я просто в предвкушении, потому что многие люди, которые здесь сидят, которые слушают меня сейчас, они как нераскрытая тайна. Вроде Христос там есть, но он как-то так, что его очень трудно просто увидеть, даже под лупой. Дорогие, давайте будем строить отношения с Иисусом Христом и друг с другом. Пусть Бог исцелит наши отношения в церкви, пусть Бог обновит по своей великой милости все наши отношения на работе, в семье, с братьями и сестрами, везде, с людьми, которые просто окружающие нас. И пусть эта тайна раскроется. И Бог да благословит всех вас. Давайте помолимся, встанем для молитвы, друзья. Бог сейчас здесь. Он необыкновенным образом, я знаю, прикасается ко многим, ко многим сердцам. Давайте побудем просто в этой тишине, в этой молитве. Может быть, есть то, что вы хотите сказать сейчас Господу. Пусть Бог продолжает свою работу внутри вас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим за то, что Ты пожертвовал Своим Сыном, чтобы построить с нами разрушенные, полностью разрушенные отношения. Господи, мы все были недостойны Тебя. Мы никогда бы не выбросили у Тебя прощения за наши грехи, но Ты Сам пришел, чтобы инициировать эти новые отношения с нами. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты согласился смириться, за то, что Ты согласился умолиться, чтобы приблизиться к нам. Господи, когда сегодня Ты освещаешь наши сердца, я прошу Тебя, дай нам Твой взгляд на все отношения, которые у нас есть. Помоги нам увидеть Твоими глазами все, что надо изменить в нашей жизни. Господи, и даруй нам силы, дерзновения, смелости, чтобы сделать то, чего Ты ожидаешь от нас. Аллилуйя, Господи, пусть высвободится Твоя благодать, чтобы разрушили дела дьявола в наших отношениях друг с другом во имя Иисуса Христа. Отец, помоги нам просить прощения, где нужно, помоги нам отпустить и просто простить, Господи, да разрушится всякое зло, да развяжется всякий узел во имя Иисуса Христа. Господь, даруй нам, Боже, тех, с кем мы могли бы читать Библию, с теми, с кеми мы могли бы получать от Тебя Слово, наставление. Господь, мы нуждаемся в Тебе, и мы благодарим Тебя. Великий наш Бог, великий наш Бог. Аллилуйя. Дорогие, я хочу обратиться к нашим гостям. Я так рад, когда к нам в собрание приходят гости в воскресенье утром. Это особенное что-то. Я знаю, что это не случайно, потому что Бог заботится о каждом человеке, и Он направляет человека в церковь. Церковь это не здание, не храм, церковь это не атрибутика какая-то. Церковь это как раз где двое или трое собранного имя Иисуса Христа. Это люди, которые собираются вместе ради своего Спасителя Иисуса Христа. Я хочу спросить, есть ли среди нас такие гости, особенные люди, которые пришли сегодня впервые. Если есть, помашите мне рукой, дайте мне знать, пожалуйста. Да, я вас вижу, и мы вас приветствуем. Давайте поприветствуем эту замечательную женщину, слава Богу. Может быть, еще кто-то есть. Почти всех знаю, узнаю на лицо родных, братьев, сестер. Но если еще есть, то я хочу обратиться к вам. Дорогие, вы здесь не случайны. Вы абсолютно здесь не случайны. Нет никакой случайности в жизни. Но я бы больше даже сказал, вы здесь сверхъестественным образом. Потому что, знаете, естественно в этой жизни, когда мы идем на поводу грехов, и когда мы удаляемся от Бога. Вот это естественно в нашей жизни. Но сверхъестественно, когда Бог из великой своей любви к вам направляет вас в церковь, направляет вас к свету. однажды... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok